Виталий приветствую тебя в начале очередной торговой недели понедельник наш с тобой первый недельный эфир мы с тобой как и всегда разбираем конкретную рыночную ситуацию технически фундаментально сегодня из-за некоторых технических сложностей виталий у нас будет без картинки но демонстрация экрана там конечно же совершенно другое скажем канал протокол с ней все будет нормально я надеюсь то что следующую среду все уже будет как и прежде виталий ну прежде чем начать как тебе в принципе реакция доллара и волатильность рынка на прошлой неделе когда мы с тобой провели последний эфир в среду то есть основной смак вот этот макроэкономические статистики и dp и non-farm barrels это уже после наших с тобой эфиров четверг и пятницу то есть вот это метание рынка когда сначала бакс вверх потом вниз и вот это не знаю как бешеные волатильности сейчас графиком перейдем покажем что есть что ты в целом как думаешь рынок ну вот настолько не может определиться с направлением или речь идет о каком-то вот все таки таком локальном шуме и тренд он в принципе уже прослеживается вопрос в студию ну смотри в принципе это нормально для рынка то что происходит так как мы знаем есть разные фазы рынка допустим несколько недель назад до еврости хорошо шло в рост условно ли там индекс доллара падал были какие-то коррекции понятно что на рынке иногда происходит какой-то момент до рынок начинает флэти да вот взять те же там австралийский доллар новозеландский канадский доллар они там вообще заплетили некоторые инструменты по три по четыре недели да и просто рынок набирает позицию то ли на смену тренда то ли просто более сложную коррекцию это время покажет конечно пятницу достаточно вот я всю прошлую неделю и в понедельник и среду шартил евро доллар аналогично покупал индекс доллара но пятница конечно там были признаки что евро будет на рост были какие-то индикаторы показывали диверсенции на лонг ну посмотрим посмотрим как закроется сегодня день потому что я думаю он очень важный вот если по евро сегодня мы задавим день под пятничные минимумы да то там я думаю дальше будет шорт если его смогут удержать на текущих уровнях где-то плюс-минус то возможно мы будем дальше расти то есть сегодняшний день покажет более точную картинку на автор я уже дальше покажу по графикам да да конечно да то что происходит на рынках нормально то есть набирать позицию какую-то или разгружает позицию время покажет ну давай тогда к демонстрации экранов соответственно графиком так друзья сейчас на ваших экранах должен быть уже график индекса доллара мы продолжаем разбирать ситуацию с баксом опять же ранее давался комментарий что знает что происходит с долларом вы в принципе можете накинуть динамику на движение другого актива и понять что происходит вообще на глобальном валютном рынке что касается индекса американская валюта сейчас у нас котировки 90 26 и вот дважды я пытался все-таки поймать вот эту косочную коррекцию то есть были однотипные сделки потому что я активно верил в потенциал развития именно нисходящей динамики доллара сейчас абсолютно уверен что то же самое по доллару ставка на ашорт сохраняется потому что те отчеты которые мы разбирали в конце прошлой недели дипи на фармпэлс с одной стороны действительно показали что рынок очень чувствительна сейчас к американской статистике поскольку каждый более менее важный релиза он разбирается с оппозиции того как эта статистика повлияет на будущее решение американского регулятора вот этот рост который мы видели в четверг фактически когда индекс доллар улетел выше 90 50 это реакция на сильный отчет по иди и трейдеры поверили что при таком динамичном создании новых рабочих мест пресса может дрогнуть раньше времени и раньше времени анонсировать выход из за крайне стимулирующей монетарной политики но пятничный но он фармпэлс официальная статистика важный насчет самый важный индикатор состоянии американского рынка труда абсолютно обратная динамика все что выкупали по индексу доллара потом соответственно улетели потому что данные оказались хуже чем ожидали 559 тысяч новых рабочих мест если в целом говорить о глобальной ситуации на американском рынке труда то без работы действительно по-прежнему очень много 76 миллиона человека это точно не тот показатель который обещали нам оптимисты еще несколько квартал назад рассчитывать что американская экономика вообще будет создавать по миллиону рабочих мест каждые месяца я сейчас склонен полагать все-таки что всегда разбирая перспективы доллара через динамику долгового рынка американских трежерис вот у меня сейчас еще на параллель другом экране открыты трежерис десятилетки 1 57 сотка процента то есть мощный сброс который в целом и стал причиной распродажи американского доллара сейчас локально американец растет но я думаю что долго эта тенденция не продлится и в конце концов все таки доллар повезут вниз потому что на мой взгляд это пятичная статистика по новым фарм фэрлс это точно уже ответ на вопрос будет ли меняться корректироваться политика американского регулятора слабый отчет причина почему корректировать ее не нужно фрсу не нужно будет ничего выдумывать сейчас просто достаточно сделать себе последствия отсылку на этот нонфарм и сказать что какое-то время а в частности для фрс продолжительное время будет более актуально работать и с низкой процентной ставкой с программой количественного смягчения поэтому повторный вход в шорт по индексу доллара с отметки 90 а пунктов опять же стоп лоссов тот же самый 90 50 и тейк профитами в районе 80 9 верю я в слабость доллара и считаю вот как ты сказал два сценария либо сейчас накопление перед сменой трендовой динамики либо накопление которое в конце концов приведет к еще большему развитию того тренда который ранее мы видели это тренд нисходящий медвежь я за тот лагерь трейдеров которые ставят на ослабление курса американского доллара так по европейской валюте из-за того что коррелирует разумеется евро доллар с индексом доллара точно такая же динамика вниз вверх опять же стоп лосса был достигнут из-за того что мы пролетели фактически даже в районе 21 21 пункта сейчас о котировке 1 21 45 сделка будет бай стопа с уровнем 1 22 ранее опять же я когда обрисовывал перспективы евро доллара комментировал что в случае глубокой коррекции все равно буду рекомендовать купаться евро поскольку на этом снижение коррекции верю в рост главного валютного риска из-за явного улучшения таких глобальных матроэкономических европейских перспектив вот последние данные недельной давности по активности в сфере услуг производства на секторе всех региональных экономик еврозоны в целом показали что валютный блок чувствует себя ну очень неплохо сейчас хорошо что им удалось все-таки преодолеть последствия последних ковидных ограничений будем надеяться что новый штамм дельта который сейчас начинает активно разгуливать по англии все-таки не станет угрозы новый для благополучия европейской экономики я верю в некоторое подобие коллективного иммунитета который удалось выработать за счет вот этих нескольких компаний по вакцинации и вообще вот как рядовой частный инвестор уже давно интересуюсь европейским фондовым рынком считаю что он может быть более интересным чем американский фондовый рынок хотя в отношении американского фондового рынка я тоже склонен полагать что рост будет продолжен вот кстати по поводу ну что касается сделки по евро-доллара это buy stop с уровня 1.22 стоп-лосс на отметке 1.2140 и take profit в районе отметки 1.2350 американский фондовый рынок в рамках восходящего канала движение продолжается уже не один месяц не один квартал даже скажем так 4215 пунктов это почти на уровне исторических максимумов и опять же пятничный non-farm perils если он будет интерпретирован ну вот как я сказал фрс как еще одно подтверждение того что экономика все-таки еще уязвима перед последствиями ковида то чем дольше будет действовать стимулирующая политика тем дольше мы будем еще расти по американской фонде я думаю что за до встречи в джексон холли до августа это восходящая тенденция будет в силе и приоритете что касается рынка нефти сейчас вот идет активная коррекция 71 18 доллара соответственно за бренда фон очень хороший позитивный для того чтобы нефть покупать но не с текущих значений я бы дождался коррекции в район 70 долларов за баррель и уже оттуда выкупал потому что спрос растет мы это видим данные по запасам на стороне покупателей активных я надеюсь что ну это наверное неправильный комментарий я надеюсь на активный сезон тропических штормов в атлантике потому что все таки у всех этих штормов негативные последствия ну скажем так я думаю что вот этот форс-мажорный природный фактор он даст о себе еще знать ближайшие месяцы и может помочь опять же сформировать еще более интересный взгляд на долгосрочный рост нефтянки сделка с ираном как ты знаешь пока что откладывается до окончания выборов в иране может быть даже также это уже в лучшем случае какой-то если прогресса будет это конец июля или даже август когда состоится встреча в джексон холли банковский симпозиум на котором могут решить судьбу будущей политики резервы короче в сухом остатке ставки прежние это снижение курса доллара и рост рисковых инструментов европейской валюты соответственно американского фондового рынка ну и нефть который тоже относится к числу рисковых активов тоже будет в планках виталий слово тебе виталий ты на связи да так запустил демонстрация пошла отлично и так что-то глючит немножко но ничего и так по поводу евро доллара и индекса долларом мои позиции на данный момент идеи остаются те же да это лонг индекса доллара и шорт евро доллара те ребята которые так скажем брали те идеи которые я советовал прошлой неделе на прошлой неделе снижение евро доллара и лонг индекса доллара можно их удерживать и ждать как закроется сегодняшняя дневка если сегодня евро доллар ну как ориентир для всех инструментов это касается фунт доллара индекса доллара там других там авторийский доллар новозеландский если мы сегодня евро задавим по задавим под минимум пятницы то я дальше буду скажем ориентироваться на продолжение шортов но если сегодня закроется евро доллар финбаром да то я думаю что можно будет прикрывать данные идеи шорки евро доллара и по остальным активам и ориентироваться на на скажем на торговлю с твоей точки зрения на покупку евро доллара можно будет или как ты сказал через buy stop по евро доллару 1.22 это первый вариант или второй вариант если сегодня закроется финбаром хорошо под выкупим евро доллар возможно еще чуть-чуть снизится возможно нет в таком случае можно даже пониже покупать на закрытии дня или завтра утром евро доллар со стоп лоссом за там условно или пятничный минимум минимум или даже со стопом покороче где-то примерно за сегодняшний минимум который мы покажем на текущем торговом дне то есть я такую ситуацию вижу то вот так то есть самое главное как мы сегодня закроемся можно с текущих напоминаю удерживать шорт евро доллар если закрываемся пин баром покупаем завтра с текущих как варианты или вариант с покупкой через buy stop как ты уже сказал поэтому идея хорошая в принципе аналогично и по золоту я в пятницу демонстрация что-то моргает там принципе все дневки одинаковые по золоту аналогично в четверг хорошо скинули в пятницу купили и сегодня если мы сделаем такую коррекцию и закроем с этим баром аналогично я думаю что вот как раз в среду я говорил что по золоту назревает какая-то коррекция она в принципе произошла достаточно неплохая и сейчас возможность этой коррекции присматриваться покупка но как сказал ждем сегодняшнее закрытие или там через buy stop аналогично по золоту на пробой условно получается пятничного хая по фондовом рынка в принципе с тобой согласен коррекция небольшая была на прошлой неделе там закинули шпильку а так смотрится в принципе по тренду как то вот так поэтому ждем удерживаем по евро шорт потому что что мне не нравится допустим всем активом это фунт доллар вот его скинули сегодня утром достаточно сильно на тот импульс который был пятницу вверх фунт сегодня откупили точнее скинули на все это очень плохо для лонгов но как вариант плюс там сильная поддержка возможно как что-то другого рисует поэтому такой момент еще один момент вот по евро доллару по другим активам вот я заметил такую тенденцию когда происходит в пятницу non-farm payroll условно как было в эту пятницу евро-доллар ушел наверх и обычно или тот же день или большинстве случаев на следующий день или через день закрывается та цена с которой стартанул non-farm payroll у меня даже была такая стратегия раньше следил за этим по идее мы должны по евро уйти на минимум пятницы и если мы уйдем на минимум пятницы дальше купим там уже сложно будет говорить возможно ближе к среде будет более понятная картинка как то вот у меня подытожим шорт евро удерживаем возможно то шортил там на хаях где-то вроде там один 2250 плюс минус 2230 можно даже стоп лосса чуть-чуть или без убыток не подвинуться хай четверга или хай пятницы таким образом вдруг там цена сегодня летом или там ночью улетит наверх вот каким-то предлогом чтобы не терять вот эту прибыль вот вот такая у меня тенденция так виталий ну я так понимаю что ты закончил да да так спасибо тебе за твои комментарии за твое видение рынка техническое разумеется мы вместе с виталием продолжим дальше следить за тем что у нас в рынках происходит в среду уже вернемся к обсуждению наших текущих идей среду кстати там заседание банк канады будет может быть если найдешь что-нибудь интересное купали долларов канадец будет круто я тогда с оппозиции фундамента дам тоже рекомендацию и в среду уже будем вплотную готовить заседание европейского центрального банка в четверг интересно посмотреть как евро в принципе отреагирует на него тоже есть несколько идей думаю что в среду перед заседанием опять же четверга эти идеи я озвучу виталий тебе тогда хорошей торговой недели и до встречи в среду пока пока удачи